На ярмарке представили свои работы около 20 художников и мастеров хендмейда. Это картины, открытки, бижутерия, декоративные доски и другое. Инициатором благотворительной ярмарки стала одесситка художница Марина Яндоленко, которая, прочитав пост в фейсбуке, прониклась историей одной неспасенной кошки по кличке Желток. Мне было очень плохо, потому что я думала, что кошка выживет, а она не выжила. И я подумала, что иногда смерть может привести к такому, что может помочь другим животным избежать какой-то такой тяжелой участи, которая постигла именно вот эту кошку. Не каждый человек обладает смелостью и силой подобрать бездомное и тем более больное животное, говорит Марина, но можно найти свой способ помощи. Я сама боюсь подходить к больным животным. Я не знаю, что с ними делать, я теряюсь, мне плохо, я плачу и ничего не могу с этим сделать. Катя спокойно может взять больное животное, повезти ее в больницу и потратить силы, средства и помочь. Я подумала, что это будет такой взаимообмен. Что я могу сделать, для чего я пришла на эту землю, я это делаю и таким образом могу помочь животным. Авторы изображали котиков на холстах, открытках, на стеклянных хендмейд-подделках из природных материалов, например, на камнях. Мы тут с дочкой, с женой нарисовали на ярмарку. Хотим помочь, конечно, нашим друзьям четверолапым. Это камни, которые мы собираем в разных местах Одессы. Я могу сказать, что очень много красивых мест, все едут из Одессы, но в Одессе замечательно много. Вот эти вот скульптуры, это из фонтанки представлено, очень такой светлый камень, теплый, солнечный. Вот это вот, это у нас на Крыжановке, такие гранитные там навезли. Есть вот еще 16-я станция, но полно мест красивых. Есть еще Куяльник, Куяльницкий лиман, мы там тоже часто бываем. Я считаю, что не надо никуда уезжать, можно красоту увидеть везде. Дарья на своих картинах изобразила кошек белоснежными. Художница говорит, что коты у нее ассоциируются с ангелами. Эти работы были приготовлены специально под сегодняшнюю ярмарку. Дело в том, что просто обожаю котов. Во-первых, хотелось бы им помочь. Во-вторых, для меня настоящее удовольствие рисовать котов. Сразу объясню, почему такая тематика. Для меня коты – это тепло, коты – это уют, коты – это какая-то нежность облаков. И очень захотелось передать это все в своих работах, чтобы каждый это почувствовал. Каждый автор сам определит, какую часть выручки готов пожертвовать в пользу котиков. Я думаю, что большую часть мы отдадим для животных, потому что, ну, раз мы участвуем, то надо помочь. Все-таки мы художники, и я думаю, что искусство поможет всем. 50 процентов, ровно половина. Вторая половина уже покрывает материалы. На ярмарку продать свои работы пришли и самые юные художники. Вот это кот Супермен, спасающий людей. А этот попал в страну, где много сладостей. Это чтобы помогать котам зарабатывать деньги. Они голодны, что им холодно и очень страшно в темноте. А еще надо помогать, потому что они не могут жить без людей. Если бы котов вообще не было на земле, мыши бы захватили планету и заражали человеком. Наши шокоты могут помочь нам. Организаторы благотворительной акции надеются, что подобные мероприятия будут проходить в Одессе регулярно, что позволит оказать бездомным животным ощутимую помощь.